Приветствую вас. На самом деле проблема заключается не столько в друге, муче, сколько в том, что у вас к нему ненависть. Ненависть это такое чувство, когда человек воспринимает объект ненависти как препятствие для достижения своей собственной гармонии, своего собственного комфорта, своего собственного спокойствия и так далее. И здесь, как мне кажется, речь идёт о вашей неуверенности в себе. И о том, что вы явно переходите границы, когда указываете мужу своему, с кем ему общаться, с кем ему дружить и так далее. Потому что всё-таки это его выбор и так далее. А вдруг ваш мужа вам лично напрямую ничего плохого не сделал? То, что... Ну, то, что вы пишете, да, о чем вы пишете, это просто развлечение и, как бы, может быть, это не совсем и моральное развлечение, да, с точки зрения морали. Правильно. Но, мне думается, что для мужчин, которые зачастую ведут себя как дети, это, в принципе, более в пределах нормы. Кроме того, там, дальше флит, там, я понял, ситуация не пошла. Вот. И, собственно, беспокоиться вам не о чем. Но, вы говорите, что, типа, друг, да, Кобель, и муж попила. По факту вы говорите о том, что боитесь измены. По факту вы говорите о том, что боитесь, что ваш муж вам изменит и ревнуете уже мужа к потенциальным девушкам. А это ваша неуверенность все же в себе, к сожалению. Это ваша неуверенность собственной, значит, собственной женственностью. Ну, и, в общем-то, Екатерина, мне думается, что тут вы приносите свой страх одиночеством. На друга мужа считают, что это он виноват в том, что муж такой. И не принимает того факта, что муж может быть сам по себе такой. А если он сам по себе такой, то вы, скорее всего, его не принимаете, не примете его. Вот такая штука. Вы его не примете. И тут вы же говорите наоборот. А насколько же вы любите своего мужа? Насколько ваше чувство к мужу, ну, не знаю, искренне, настоящее? Насколько это чувство настоящее к мужу у вас? Вот это то, что мне кажется, мне кажется. Ну, вам стоит рассмотреть более подробно, более внимательно. Вот. В остальном, в остальном вы пишите, как справиться с ненавистью и что делать. Вот. Ну, я могу вам задать такой встречный вопрос. Что делать, чтобы что, во-первых. Во-вторых. А... Ну, вот. Чтобы ненависти не было, да, нужно, чтобы вы были более уверены в себе. Вот. А... А... Сейчас... Сейчас... А... Пока что... На... На... Барный момент... А... Как бы... Ну, ничего такого нет. А... 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 К сожалению. В принципе. Вот. Вот. Поэтому... Поэтому... А... Я думаю, что... Вам нужно на себя... Взять ответственность... За... То... Что происходит... Сейчас... С вами. Вот. И... Спросить себя... Почему... А... Меня... Это... Так волнует. Почему меня это так заботит. Почему... А... Назад-назад... Меня там так... Парит. Вот. То есть... Нужно... Нужно... Именно... Именно... Вот... Самостоятельно... Самостоятельно... А... Рассмотреть чувства... Которые вы испытываете в отрыве от... Эм... Друга... Мужа... И... В отрыве от... Того... Что... Сам... Муж... Делает. То есть... Почему вы изравниваете себя... Там... К примеру... К примеру... Эм... Ну... С... С... Другими... Женщинами. Судя по всему. Вот. Откуда у вас вот... Сравнение идет... Себе. С... Другими людьми. На каком основании. Вот. В принципе... Что... То, что... Можно вам... Сказать. Что очень можно вам ответить. Что-то я бы рекомендовал вам... Эм... Психотерапию. Или я рекомендовал бы... Ну, как минимум... Несколько консультаций, Чтобы разобраться... То в том... Откуда все-таки... Эм... Многие растут... Данные... Эм... Эм... Данные симптоматики... Ваши. Вот. И, соответственно, уже... После этого... Направлено... Все... Все работы. Не трогая при этом. Ни друга, ни мой. Но... При этом... Вырабатывая то, что для вас... Приемлемо... А что нет. Эм... Эм... Но... На... Качественно... Ином... Я надеюсь... Уровне... Сознательного понимания... Какое поведение для мужчины соответствующее, а какое нет. И... И... Не менять... Человека, если он поступает не так, как вы хотите, а реагировать самому. Да? То есть поступать... Не эгоцентрированно... Пытаясь... Эм... Навязать... Человеку то, что может быть ему не подходит. Эх... А поступать личностно, то есть самостоятельно что-то делая, и предоставляя возможность... А... Партнеру... Выбирать. Выбирать свои действия. А... Вот... В принципе... То, что... Можно сказать. Вот. Так что... Думайте... Эм... Может... Смотрите. Выбирайте. И... После этого уже... Решите. Как быть дальше. Институтная проблема не уйдет. На самом деле, даже если вдруг мужа исчезнет, вы скорее всего найдете к чему придираться еще, потому что корень неверности в себе он останется. Так или иначе он все равно будет над вами давлять, так или иначе он все равно будет у вас тревожить, и так или иначе вы будете искать врагов все равно. Не в друге, а в каком-то другом. Вот. Ну и опять же определитесь с тем, что вы хотите для мужа. То есть, вот вы говорите, типа, не общаясь с другом и так далее. Но будет ли он счастливее? От того, если он перестанет с ним общаться. Становится ли он счастливее, когда общается с ним? Почему же вы хотите лишить его счастья, если вы по идее его любите? Как это между собой связано? Да? И что это за любовь такая, если вы не хотите счастья своему любимому? Может быть вы и любите его, но помимо любви есть что-то еще. Вот эти вот примеси в любви, в чувстве любви, нужно выделить, выделить и отделить от любви, чтобы они не примешивались к любви. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.